В Комсомольске-на-Амуре вынесен приговор двум жителям Краснодарского края, которые еще в 2018 году наладили подпольный бизнес, скупая браконьерскую добычу. Они покупали на Нижнем Амуре осетровую икру и фасовали ее в потребительскую тару. Базой этой артели был просторный гараж в кооперативе «Силинский-2», где аккумулировался криминальный товар. Здесь находились морозильные камеры, с которых при обыске изъято чуть меньше тонны черной икры и фрагменты осетровых туш. Деликатесы, добытые незаконным путем, в дальнейшем переправлялись на запад страны. При этом дельцы использовали различную упаковку, здесь же хранились и ее запасы. На след этой бригады, располагавшей солидным капиталом, вышли сотрудники ФСБ. Понимая, что бизнес вот-вот накроют, организатор решил откупиться и предложил ведущему разработку оперативнику 5 миллионов рублей за то, чтобы тот замял дело. Это стало еще одним пунктом обвинения во время суда. Подельник, главаря в попытке подкупа не участвовавшей, отделался вдвое меньшим сроком. Организатору назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы со штрафом в 1 миллион рублей с обыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Участнику назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей с обыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Стоимость изъятой икры, по самым скромным оценкам, составила около 20 миллионов рублей. С места происшествия Виталина Кондрахина по материалам краевой прокуратуры.